Задача номер один в этом году сделать отопление, то есть котельную, газификацию. Настоятель собора, благочинный четвертого округа Барышской епархии Протерии Андрей Филькин начал, как говорится, за здравие, а закончил пожеланиями и надеждой. Для реализации всего намеченного на этот год не хватает средств только на внешнюю штукатурку и покраску. Все остальное вроде бы есть. Отопление, газификацию, котельная. Это за счет благотворительности из Москвы и епархии. Другое значит, да, строительство котельной за счет народа, населения и организации, то есть марафон и прочие средства. Плюс там крыльцо еще одно сложное, водопровод, то есть набираем, постепенно набираем. А вас хотим просить заштукатурить и покрасить храм снаружи. Это самая большая такая задача. Сколько это? Ну, там, значит, сметная стоимость полтора миллиона на штукатурку, но эксперты говорят, что подороже будет. И там не учтено демонтаж? Демонтаж вот этой старой штукатурки не учтен. И плитка еще цоколь, то ли входит, то ли входит. Сергей Морозов пообещал посильно помочь батюшке в поиске средств. Тем более, что все выделенные до этого деньги потрачены с умом. С начала этого года в храме проведена огромная работа. Установлены внутренние двери, проведен капитальный водопровод. Начаты работы по подготовке монтажа теплого пола. Заказаны и уже оплачены котлы для котельной. Если реставрация собора продолжится в таком же темпе, то все основные работы завершатся уже в следующем году. Дмитрий Горин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Улправда ТВ.